Дорогие братья и сестры, Елена Фёдоровна сегодня продолжает рассматривать лечение травами онкологических заболеваний, но уже по частной онкологии. И непосредственно начнём с лёгочных заболеваний. Почему лёгкие страдают? Потому что забивается альбиона лёгких. Это основное течение. То есть это наибольшим курильщиком, наверное, бывает, да? У курильщика, потом есть профессиональные заболевания. То есть если в шахтёры они работают, то есть кто с пылью. Силикозы, так всё это, да? Это тоже сразу, да? У них чаще всего. Раньше когда-то эти, я знаю, что рак очень мало был, но кто чистил дым, эти, сажу, у них часто будет рак. Это, да, ну это же 50-30-40 лет назад был трубочист. Так, лёгкие страдают больше всего, когда плохая атмосфера, экология плохая. Они забиваются. Лёгкие, мы дышим, да? И лёгкие берут кислород и насыщают кровь. И вот эта насыщенная, чистая кровь, она по артерии, мы делаем ярко-красная по всему организму. И вот когда плохой воздух, они чаще всего забираются. А питание, если мы ещё в питание усугубляем лёгкие, когда люди едят хлеб и макароны, от этого углеводы, слизь, и вот они слизью забиваются. Вот, наверное, вот этот хлеб всё-таки, который на организующих дрожжах, да, или на преимущественных, вот этот хлеб, да? Нет, вообще углеводы. А, вообще углеводы, да. Вообще углеводы, а сейчас вообще, сейчас раковый хлеб с термофильными дрожжами, на трупах вырастили их, вирусных. И люди едят, и рак, 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 рак хочет. Но сейчас, говорят, даже раньше никогда такого не было, даже младенцы уже рождаются с рождёнными раковыми заболеваниями. Вот, говорят, просто страшные вещи какие-то такие происходят. Может, мы тогда, дорогой нашей Ерине Георгиевне, предоставим возможность сказать симптомы лёгочных заболеваний, а потом тогда уже... А, не лёгочных, но конкретно лёгких, если говорить о раке, то это чаще всего, учитывая, что это разрастание народной ткани, и зависит от локализации. Если опухоль располагается ближе к средостению, то есть к трахеи, к ромке, то за счёт разрастания идёт сдавление, нарушение дыхания, нарушение глотательных процессов. Если опухоль расположена в верхушках лёгких или нижней, средней доли, то симптоматика появляется позже, жалоба появляется позже намного, и будет раздираться на первом месте отдышкой, потому что количество альвеола дыхания уменьшается, и у человека появляется отдышка. И самую главную жалобу – это исхудание, резкое похудание и резкая слабость. То есть вот как бы основные, главные признаки, симптомы онкологии лёгких. Ну и факторы, как вы сейчас уже все перечислили, в принципе, это экология, курение на первом месте, хронические воспалительные заболевания, недолеченные, невылеченные, вот, и профессиональная болезнь. А наследственная, естественно, почему сейчас большой процент? Это за счёт экологии родителей. Родители живут в этой экологии, живут, скажем так, дышат, ничем питаются. Поэтому наследственный фактор, наследственный фактор, он предрасположенность. А условий для развития этой болезни сейчас всё больше и больше. Питание, экология, так далее. Вот, поэтому основные симптомы зависят от локализации месторасположения и вот размеры этой болезни. И остальное вот лечение для федоров. Так. Написываем, да? Да, да. Написываем. Значит, основные, которые я пролечу руки, пролечу руки. Травы при лёгочке лёгочке. Лёгочке из вор я так делаю. Лёгочке, вот так и пишите. Да, пожалуйста. Так, это лист мать мальчику. Лист малины. Цвет липы. Чебальниц. Перёд свет. Медуница. Гулявник. Цвет бузины чёрный. Поддорожник. Поддорожник. Вельск. Ромашка. Иван-чай. Спорож. Там должен быть, я всегда делаю 12 и в 14. Сколько там? Крапивы ещё. Крапивы ещё. Вот эти 14 я всегда делаю. Вот, и плюс онкологический. Хотя, они, и тут половина онкологический. Ну вот чисто онкологический я добавляю пизму. Так, плюс онкологический. Пизму. Пизму. Чистоте. Амелы белые. Кальпанов я вам говорила, да? Главный онколог Халтая. Это вот онкологический, да? Да. Вот он, тут у вас пример, как излечивается, как. Вот один пример можете прочитать. Пожалуйста. Все авторы по своему. Все авторы по своему. Это хорошо, что не дублирует один-оддом. Потому что в миллионы случаев излечивается трак. Я прям врачам читаю, я говорю, ну зачем вы, запугавая ЧОЕСТ, то рак не ничем. А ну, что ему назвали? Вот тут один пример. Рак крови был. Сабельника, да? Сабельник, да. ВВП Иванов, генерал-майор инженерной службы Москва, сообщил, что его брат лежал в больнице с диагнозом лейкоз, рак крови. Врачи обрекли его на смерть через 5-7 дней, выписали умирать дома. Случайно узнал о расцелении ряда больных с такой же болезнью. Жена брата достала настойку из сабельника болотного. Немедленное употребление настойки закончилось тем, что брат через полтора месяца поправился полностью свои 70 лет. И далее рецепт. Нужно столовую ложку измельченного корневища на пол-литра водки. Столовую ложку измельченного корневища на пол-литра водки. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. На курс лечения требуется 3 литра. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. На курс лечения требуется 3 литра. То есть это настойка. Она в течение двух недель готовится. Да, да. Узывал это периодически к темной внести. Через 6 лет В.П. Иванов вновь сообщил уже несколько изменённый рецепт. Порубив корневища сабельника, отмерить пол-литра водку, залить эту порцию литром водки, настаивать 3 недели. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Брат его жил и здоров. Очень удивлён и возмущён, что ледики совершенно не интересуются сабельником болотным. То есть вот такой второй рецепт В.Порубив корневища сабельника, отмерить пол-литровую банку, залить эту порцию литром водки, настаивать 3 недели. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день. Вот что ценно я вам принесла. Это рак крови? Это был у него, значит, библиотеку, да-да-да. А вот рак лёгких по уже другой книжечке, да, это тоже зачитать надо, да? Да ну тут немного можно. Рак лёгкого. Каждый автор, у меня их 30 авторов, у меня столько книг по раку. Что вы скажете, то вы будем читать. Значит отсюда, да? Ну тогда вот тут какие травы. Пожалуйста. Значит, рязка маленькая, одну столовую ложку свежей, хорошо промытой рязки, маленькой. Знаете, когда пруды цветут, зелёненькие такие. Ага, плавают на ней, да? Да, плавают. Их прям поймать. Хорошо промыть, измельчить, и залить 50 миллилитров водки. Настаивать эту одну столовую ложку в 7 дней в прохладном месте. Процедить, пить по 20 капель, в полстакана воды, три раза в день. А это я вот для вас, отец Индон, как чечевица надо водить, все, чечевица, это вы почитаете. Порошок высушенной рязки принимают с мёдом в соотношении 1 к 1. Это другая ложка. С мёдом 1 к 1. Три раза в день по 2 грамма. Из мёда и рязки готовят пилюли приблизительно одинакового размера и глотают их по необходимости. При опухолях верхних дыхательных путей, гортаний, лёгких, готовят спиртовую настойку 1 к 10. Настаивают 14 дней, процеживают, пьют по 30 капель 3 раза в день в течение 2-3 месяцев. То есть это вся та же резка. Теперь другая трава будра плющевидная. Очень холостый. Будра плющевидная. Это растение обладает кровоочищающими, противовоспалительными, антисептическими, ранозаживляющими и кровоостанавливающими свойствами. В онкологии применяются при раке печени и лёгких. Настой. 1 чайную ложку сухой травы, настаивать на кипящей водяной бане 15 минут в 300 мл воды. 1 чайную ложку сухой травы настаивать на кипящей водяной бане 15 минут в 300 мл воды. Охлаждать 1 час при комнатной температуре. Процедить. Пить по 1,25 стакана тёплого настоя 3-4 раза в день. Настойка. Готовится к концентрации 1 к 10. Траву настаивают в тёмном месте 14 дней, процеживают, пьют по 20 капель 3 раза в день до еды. Сок из свежей травы, бутры, плющевины, пропущенные через мясорубку, принимают 3 раза в день до еды по 15 капель. Для консервации сока его смешивают со спиртом. На 100 г сока 25 мл спирта. Консервация. На 100 г сока 25 мл спирта. Следующее растение. Гранат. Гранат. Сок из плодов свежего граната варят с мёдом и пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день. Порошок высушенных корок граната пьют по 1 грамму на кончике ножа 3 раза в день. Это сухой порошок высушенных корок граната пьют по 1 грамму на кончике ножа 3 раза в день. Следующая трава. Дубровка пирамидальная. При раке лёгкого готовят настой травы. 1 столовую ложку измельчённого сырья заливают стаканом воды, настаивают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 1 час, процеживают, выпивают в течение дня мелкими глотками. 3 раза в день до 21 минут. Дурнишник обыкновенный. Для приготовления лекарственных препаратов используют все растение. Настой. Одну чайную ложку измельченного дурнишника залить 300 мл кипятка. Настаивать в плотно закрытой посуде 1 час. Процедить. Пить по 200 мл в полугорячем виде 3 раза в день. И сейчас современные исследования ученых говорят о том, что сразу термос нельзя закрывать, потому что образуется тяжелая вода, она очень вредна для организма. Поэтому если закрывать плотную закрытую посуду, то через минимум 5-10 минут. То есть термос сначала оставить открытым на 5-10 минут, но не закрывать его. А потом уже через 10 минут его закрывать. Сок дурнишника в смеси с водкой 1 к 1 пьют по 30 капель 3 раза в день до еды. Порошок из высушенного растения пьют по 2 грамма 3 раза в день до еды. При онкологических заболеваниях верхних дыхательных путей, гортани, легких, делают ингаляции с дымом сжигаемых семян дурнишника. В пустой чайник насыпают семена дурнишника и ставят на слабый огонь. Через некоторое время из носика чайника пойдет дым от сгорающих семян. Дышать этим дымом 3 минуты, 2-3 раза в день. Курс лечения от 2 месяцев до полугода. Одновременно с ингаляциями следует принимать внутрь один из препаратов дурнишника. Ну как скажете, это же все рецепты, люди же нуждаются в этом. Да, я как сказала, очень много рецептов, вот 10 тысяч рецептов, так? Тогда выберите, какие нам надо продиктовать. Давайте, знаете, чего с вами? Потому что мы запишем травы. Травы, хорошо, давайте. А это очень много всяких. То есть мы просто будем писать, перечислим, которые травы что-то будет. Следующий, кабачки. Я просто быстро зачитаю, как их использую, да, и все любят. Своими мягкими пищевыми волокнами они стимулируют работу кишечника. Их хорошо сосуют токсические вещества, избытки холестерина и воды, что очень полезно для онкологических больных, организм которых обычно отравлен продукторами распада. Следующая трава. Лавровишня лекарственная. Лавровишня лекарственная. Горячий отвар листьев растений в молоке. Или настой листьев в горячем молоке. Применяется в народной медицине при лечении рака легких. Для приготовления отвара 5 столовых ложек свежих листьев заливают 500 мл молока и кипятят намеренно в огне 10 минут. Листья можно парить в молоке в горячей духовке всю ночь. Особенно эта методика распространена в странах Западной Европы. Следующая трава. Лавр благородный. Лавр благородный. Один стакан измельченного лаврового листа настаивают в 500 мл водки 14 дней. Процеживают и пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды при раковых поражениях дыхательных путей и легких. Следующее растение. Плющ обыкновенный. Плющ обыкновенный. Растение обладает противокашливым, противовоспалительным, отхаркивающим и антибактериальным эффектом. При онкологических заболеваниях дыхательных путей применяется отвар плюща. 1 столовую ложку измельченных листьев или коры залить 300 мл кипятка, настаивать на кипящей водяной бане 30 минут, охлаждать при комнатной температуре 1 час, процедить, пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Растение ядовито. Соблюдать осторожность при приеме внутрь. То есть плющ обыкновенный для Давида. А вот как мы соблюдаем осторожность при приеме внутрь плюща обыкновенного? То есть мы уменьшаем дозу его на сколько? Как он? Знаете чего? Я ядовитыми не лечу. Потому что был такой случай. Дала мне, сказал, по 5 капель. Она муж ее побил, она ее хотела отравить. И дала ей 20 капель. Он пришел мне убивать. Был такой случай. Сказала, я пришел вас убивать пьяный. Я говорю, за что? Вы мне хотели отравить. Я говорю, я впервые вас вижу. Вы дали жене яд, а она меня чуть не отравила. Я рвал 2 дня. То есть она с 5 капель добавила до 20. Да, я говорю, поедемте. Вот там недалеко от нас. Поехали. Ядовито я ей дала, чтобы она расписалась. И записала, сколько капель, 5 капель, а не 20. Я ей говорю, у вас есть такое записание у меня, как пользуется? Есть. Я говорю, ну давайте сюда. И там я говорю, видите, 5 капель, сколько вы подавили. Почему он чуть не отравился? А он меня избил, а я его хотела отравить. Я говорю, вы хотели его отравить, вас посадят, меня посадят. А дети у вас в сироты будут. Да? Так вот, слушайте. В последнее время все чаще в сети интернета или народных лечебников упоминают сильно ядовитые лекарства от рака, которые используются в традиционной и народной медицине. Напомню, что использование последних на территории РФ является уголовным преступлением. Поэтому мы используем некоторые ядовитые компоненты на территории зарубежных государств. Ну вот он пишет, болеголов очень сильно, люди употребляют. Но надо по 5, вот смотрите, тут по 5 капель, по 2 капли. Очень осторожно. Поэтому я ядовитым не лечу. Зачем, когда сотни, сотни тысяч трав хороших. Следующая трава, подорожник большой. Но мы это его записываем, да? Да, но препараты из подорожника используют при лечении онкологических заболеваний желудка, кишечника, легких, соких свежих листьев, разводят водой в соотношении 1 к 1, кипятят 3 минуты на слабом огне и пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Свежеотжатый сок можно смешать с медом и варить на слабом огне 20 минут, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Для лечения онкологических и воспалительных заболеваний авиацина рекомендовала использовать отвар подорожника в сухом вине на 500 мл вина, 2 столовых ложки сухих листьев. Следующая трава, подморенник цепкий. Подморенник цепкий. Очень хороший трава. Настой подморенника 2 чайные ложки на 300 мл кипятка, настаивать 1 час, процедить. Пьют по 1 трети стакана 3-4 раза в день при онкологических заболеваниях внутренних органов. Следующее растение. Тополь черный. Осоколь. Осоколь. Массия делаю очень цель. Табикулез легких лечит. Настойку из почек черного тополя в соотношении 1 к 10 пьют при раке внутренних органов по 30 капель 3-4 раза в день во время еды. Элеутерокок колючен. Элеутерокок колючен. Это на Дальнем Востоке элеутерокок. Препарат элеутерокок повышает работоспособность, усиливает защитные силы организма, оказывает тонизирующее, общее укрепляющее и адаптогенное действие. У кого пониженное давление, у кого слабленность, он повышает давление. Настойка элеутерокок оптичный аппарат. Пьют по 30 капель 3 раза в день. Нужно помнить, что выраженный эффект проявляется после 12-15 дней систематического приема элеутерококка. Все растения, рекомендуемые народной медициной для лечения рака легких, гортаний и дыхательных путей, можно применять для ингаляции. Ингаляции могут быть сухими и влажными. Примером сухой ингаляции является применение турничника в дыхании дыма семян. Для влажной ингаляции настой или отвар растений нагревает в небольшом чайнике на медленном огне и затем дышит через бумажную трубку, надетую на носик чайника. Длительность процедуры 5 минут, количество 15-20 на курс лечения. Через 10 дней курс повторяется. На Оке, где монастырь Георгия Иванова Богослова, там заросли вот этого дурничника, он тяжелый, я нанимала, невозможно его нести, он, во-первых, колючий и тяжелый, машин нанимала и два года я очень успешно лечилась дурничником. Я говорю, так, теперь я что-то хочу сказать, отец, давайте мы с вами так возьмем. Смотрите, онкологическое заболевание. Рак любой локализации, вот сколько растений. Рак легких, так? Рак желудка, рак пищевода, прямой кишки, поджелудочный, щитовидный, ворло, гортань, носород, щеки, губы, печени, почки, мочевого пузыря, матки. Яичников, отрицательная зажима, вот их вы знаете сколько, раз их можно, вот вам рассказать все и... Давайте мы вот так. Самые, которые распространенные встречаются. Давайте мы с вами вот как сделаем. Пожалуйста. Где у вас ручка? Пожалуйста. Вы давайте вот, значит, рак легких, да? Мы рассмотрели. Еще нет, мы рассмотрели. Так, теперь вот, например, женские вам не надо заболевания. Ну, мы же для людей, почему же, у нас и сестры будут в женских монастырях, они же тоже дождаются. Ну, это, это, сейчас давайте, по-моему, для вас. Скажите, что, что, вы считаете, нужно? Вот, рак легких. Что вы считаете нужно? Рак, из чего, да? Рак прямой кишки. Рак, вот щитовидка часто очень рак. Наиболее часто встречающийся. Да, потом. Рак мочевого пуза, для мужчин, наверное, надо, да? Купилам и тоз. Тоз-то я точно не знаю. Рак предстательной железы. Да, вот это. Предстательной. Так, рак кожи, рак языка, опухоли, головная мозга, рак нос и них органов, раковая язва, саркома, злокачественные заболевания крови. Вот это кровь надо тоже. Кровизатор. Кровизатор, да? Белокровие тоже, настроение коз. Вейкомия – это все рак крови. Радиоактивное облучение, падение лимфы, сжитов и крови. Злокачественные не имеют. Так, вот рак желудка надо дать. Потому что очень часто у мужчин бывает рак желудка. Да, очень бывает. Вот тут видите, рак – это лечение легких. Тут он дает пудру плечеведную, одну. И поддорожную. Мы его записали. Да, мы записали. Да, мы записали, это совсем мало. Вот. И вот так все, немного, но ведь столько. Я вот считала, кто мне приходил встречать 300 заболеваний. Человеку может быть 300 заболеваний. А ведь цена лечения – это отличительная. Вот тогда Ирина Геннадьевна нам пишет симптоматика. Да, да, да. Два слова. То есть я не буду подробно, не для врачей, а для народа. Да, да, да. Поэтому очень коротенько. Лейкоза, белокровие, рак крови. То есть это клетки крови, которые меняют свою функцию, форму и быстро размножаются, как все раковые клетки. То есть виды бывают спонтанные, причина неизвестная, в результате лучевого облучения и химических веществ. Острая форма характеризуется резкой сильной слабостью, головокружением, головными болями, интенсивными болями в костях. Вот особенность рака крови. Быстрая утавляемость, одышка, озноб. То есть из всех симптомов боли в костях должны насторожить на то, что это связано с заболеванием крови. Далее могут быть кровоизлияния, кровотечения, кишечные, желудочные, носовые, кровоточивость дёсен. И редкое увеличение лимфатических узлов, вплотнений и болезненностей. А хроническая форма характеризуется такой бялой, скрытой клиникой. Жалобы на повышенную утомляемость, слабость, потливость, головные боли. Иногда субфибрильную температуру. Ну, повышение температуры, невысокое. 37,1-37,2 – такая невысокая температура. То есть такие нехарактерные, невыраженные симптомы для заболевания крови. А выраженные симптомы, уже при далеко зашедшей стадии, это значительное увеличение селезёнки. То есть в левом подреберье увеличивается размер селезёнки, вплоть до половины живота размера. Увеличение печени, чувство тяжести в животе, тупые боли. Увеличенные лимфоузлы, плотные, иногда болезненные. То есть это вот симптоматика лейкозов, острой хронической формы. И есть такая злокачественная перницинозная анемия, когда дефицит витамина В12. Значит, характеризуется слабостью, тошнотой, подышкой, сердцебиением, могут быть поносы. И симптомы, похожие на другие заболевания. Но вот онемение кончиков пальцев, кончиков ног, пальцев, покалывания такие, является одним характерным именно для этого заболевания. Нарушение двигательной активности, нарушение походки. То есть это вот злокачественная анемия. И при этих заболеваниях, если мы всегда говорим, питание ограничено жирные и тяжелые продукты, то здесь наоборот, должны рекомендуется большое количество белка животного происхождения, потому что это творог, яйца, рыба, продукты, богаты витаминами, СЭБ, В12, железо, медиум, арганта, обиоз, гречка, пшено, свежие фрукты, овощи. То есть питание должно быть здесь, конечно, наоборот, более усиленным. Немножко парадокс идёт, когда мы говорим, что онкология – это загрязнение, детоксикация, зашлакованность, но при этом заболевания, заболевания крови, нужно питание для того, чтобы еще строгить клетки крови. Белок. Белок. То есть это при анемии и при анемии? Это и при ликозах, и при анемии, при заболеваниях, раковых заболеваниях крови. То есть некая вот особенность. То есть симптоматика очень похожа. Слабость головокружения может быть и при многих других заболеваниях. Но при ликозах, боли в костях, раз акцент, то есть чем он отличается. При анемии, вернется, покалывание, нарушение периферического кровоснабжения, покалывание кольчиков пальцев, рук и ног. То есть это вот специфические симптомы для этих заболеваний. Остальные дополнительные, это, скажем так, как и при многих других, головокружения, скудания, потери аппетита, слабости, и другие. Вот, ну и при поздних стадиях это вот огромная селезенка, огромная печень. Вот эти крови полезны. Алоя, богульни, алоя, богульни, березовый гриб, то есть льчака, да? Да, льчака. Гречиха. Очень хорошо, льчиха посильная. Горец змеиный. Вы знаете, да, горец змеиный? Да, да, да. Да, да, да. Гречих, ноги к заболеваниям. Зимляника. Зимляника. Зимолюка. Зимляника. Калина. Калина. Калина давайте, ну, везде по лесам-то много растет. Особенно знаете, где? Калина. Калина. Я вот ездила, где зубков, такой маленький городок есть. Исток волки. Зубцов, да. На лукушках лесу, там огню. Там очень много калина было. В калине все целебно. Кора, тонкие веточки, цветы, ягоды. И даже извлеченные из ягод сушеные косточки. Ни в одном дереве, как так, не объединяется красота и польза. Вот эти сухие косточки плоские, знаете, да? Когда калина выжимаешь, рак в груди лечит. Так. Не стану перечислять все болезни, которые лечат калина. Пришлось бы коснуться почти всех органов человека. И мозг, и сердце, и желудок, и печень, и половые органы, и легкие сосуды. Короче говоря, от аллергии до злокачества к опхолю. Лучше приведу наиболее интересные рецепты от болезни, трудноподавляющих медикамозным лечением. Начнем так. Там, фибромиумы, женская киста яичников, злокачественное новое образование, различные локализации. Рак различной локализации у млечек. Рак молочной железы, бельмола, потливый снов, рук, диатез, желчекаменная и почечнокаменные болезни. Вот. И тут рак крови лечит. Очень хорошая калина. Ее надо обязательно... Я покупаю 2-3 килограмма, и сок у меня есть. Я с чаем-пью сок. Калина. Так. Дальше нужно зачитывать, да? Да. Или вы еще... Нет, я потом вам скажу, а тут читайте. Значит, следующее растение, употребляющее это в лечении, это цветки картофеля, цветки картофеля, лен, медуница, морковь... Что из лена? Лен. Что из лена? Лен. Цветочки. Цветочки. Потом леное масло же есть очень. Леное масло, да? Медуница, медуница, морковь... Вот медуница сильно кровотворная. Морковь. Амела. Амела белая. Амела белая. Морковь ботва или... Сок. 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 Звук. Пион. Пион. А пион цвет используется? Пион уклоняющий. Пион уклоняющийся, да? Настойка из корней, да. Настойка из корней, да. Настойка из корней. Пионы. Подсолнечник. А подсолнечные что мы берем? Корни. Корни. А вот эти, когда он цветет, у него желтые эти по краям листья, а потом вот который... Семечки. Семечки. А сверху такое тоже цветение идет. По краям листья желтые. Вот я раньше лечила малярии. Очень много малярииных. За 7 дней никакого... По 2-3 месяца малярии люди третят. Вот эти я давала настой, пропьют за 2-3 дней. Цвет светочки посолныши. Все малярииные какие-то, внутренние погибнут. Хмель. Цветки, да? Шишки хмеля, да? Да, шишки хмеля. Шишки хмеля. Хвощ. Хвощ. Черника. Вот черника и здесь черника. А что в чернике берем? Плоды? Листья или листья? Листья черники от сахарного диабета. Плоды. Плоды, да? При крови, да? Да. Чернику надо обязательно запасать. Можно посушить. Можно вот с сахаром за слог черничный. Вот смотрите. Белокровие лечит. Пожалуйста, черники. Вот по чернике вы прочитаете, да? Шесть столовых ложек листьев черники. Черники. Залить одним литром кипяка, настоять два часа, процедить. Пить. Попить шесть стаканов в день. С равным промежутком до имени. В течение месяца. Вот. Белокровие лечит. Чистотел в следующем месте. Чистотел. Шиповник. 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 И яблоня. А в яблоне что? Железо. Крой-то. Крой-то. Микроэлементы железа в крови надо обязательно. А дальше что? Зачитать быстро как завариваться? Это не надо. Не надо, да? Не надо. Что у нас дальше будет? Что у нас дальше будет? Вот. Вот. Шиповник. Забыл какую фамилию. Он туда ездил с врачами. А у него жена был рак груди. И вот он приехал и сказал, Глен Федорович спасайте. Я уже туда в Ташкент уезжаю. У меня денег там много. Я поехала в Белоруссию, а там много. Зимолюбки, да? Зимолюбки, да. И набрала, привезла и она пролечилась. Никакого рака нет. Она такая, как розыненькая цветочка цветет. У нее, как у брусники зеленые такие листочки, вечно зеленые. Вот сейчас раскопайте снег и там увидите чернику, лист черники зелененький. Черники, да, зимолюбки. И у зимолюбка и брусника такая же. Зимолюбка, еще что-то? Еще следующее. Мы так записали, да? Белокровие. Теперь алоэ как мы используем? Астой делаем? Или как в этом случае? Алоэ? Да. Сок или что мы имеем? Ну, во-первых, срезать алоэ всегда. То, что у него на трех водичках. Все его набирали. Срезать надо утром, когда солнечный денек. Промыть через мясорубку и отжать. Вот алоэ, высок алоэ. Но его надо с кавором. А, ну понял. То есть на стойку делаем? Да, на стойку делаем. Хорошо, алоэ с кавор и мед. Да, да, да. Да, вот он рассасывает. Потемнение легких. Томеркулез легких. Да, да, да. Вообще хорошо для... Для лучших, конечно. Очень хорошо. Так, белокровие. Дальше мы что идем? То есть мы закручили ран крови. Теперь перейдем... Вот так. Перейдем на следующее заболевание. Каким? Какое рассмотрим следующее заболевание? Записали? Да, и чеху. Почему записали? Да, записали. Да, да, да. Так. Дальше идем... Рак желудка. Можно? Рак желудка давайте. А, ну давайте Ирина Георгиевна рассматривает сейчас, она расскажет кратко о симптомах. Значит, по статистике на первом месте мужчин, рак желудка, на втором – женщин. Наиболее часто поражаем возраст от 40 до 60 лет. Причины. Наследственность тут имеет огромное значение. Вредные привычки и употребление слишком горячей пищи. Одно из вредных факторов. Предраковые заболевания желудка – это язвенная болезнь, длительная, хроническая, неизлечимая, перерождается в рак желудка. И хронический атропический гастрит. Различают два периода. Первый период – скрытый ранний симптом. Проявляется так – дискомфортно, то есть неприятные ощущения в животе. Чувство тяжести в верхней части живота, отвращение к еде, снижение аппетита, отрыжка тухлой, тошнота. Вот такие вот симптомы. А второй период – уже прогрессирующего рака роста классического. Это резкое исхудание, постоянные жгучие боли в верхней части – аир, алоэ, аир, алоэ, багузник, баклажан, баклажан. А вот в баклажане что мы используем, собственно, в баклажане? Да, ну, это все плоды. – То есть как, то есть берем сам, или… – Кушаем, как пищу. – Ну, кушаем, да, пищу, как вот хрен, свеклу, морковь. – Такой вареный жарить нельзя, этот тушеный. – Тушеный. – Да. – Печеный в печи. – Березовый гриб чага, значит, березовый гриб чага. Гранат. – Вот чаг очень хорошо. – Очень хорошо, да? – Да. – Есть препарат, бенфунгин называется, из чаг платоит в аптеках. – Да. – Им надо всем даже… – Все, что в аптеке, там неизвестно что. – Да. – Очень хорошо чаг попить всем для профилактики. – Можжевельник. – Можжевельник. – Можжевельник. – Маленькие плоды, там не ученые. – Ну да, плоды, да? – Да. – Все они используются. – Вы знаете, вот, можжевельник на Кавказе есть. У нас плохо созревает, у нас черный. А там красный. Он такой вкусный. Он очень полезный. Очень. – Можжевельник. – Понятно. – Вот если у вас какая будет возможность, вы его запросите. – На Кавказе, да? – Надо позвонить. – Крыму на Кавказе. – А? – На Крыму у него очень много. – На Крыму? – Именно плоды. – Можжевельник. – Ну, он в Красную книгу занесил, конечно, на Можжевельник. – Ну, так плоды-то у него все равно падают. – Да, да, конечно. – Я собираю их очень, набираю. – Да, спасибо. – Красненькие не попадают. – И потом просушили и так исполнили. – Да. – Морковь. – Что-то морковный сок использовали? – Сок морков. – Морковный сок. – Морковь, свекла и хрен. – Ну, как бы, раз должен быть на столе. – Момиё. – Момиё. – Момиё. – Ну, как бы, раз. – Момиё. – Аблепиха. – Аблепиха. – Аблепиха. – Масло-аблепиха, известно, зажимляет рак в живот. – Масло-аблепиха. – Очень полезно. – Да, да. Мы его где взяли? А в облике мы сами используем тогда ягодки, да? Масло. Масло. Сок отдельно. Сок выдавить, а там маленькие зернышки. Их надо, я их промою, и надо кипятить их 48 часов. Оливком или подсолнечным маслом. И получается оливковое масло. Кипятит 48 часов. Облипиховое? Зерна, зерна, да. Облипиховое масло получается, да? Да, облипиховое. 48 часов. Какая пропорция? Я сейчас когда помню, я это кипятил. Целые пол-литра. И повезла батюшке Андреяну. В больницу. Целые пол-литра, да, представляете. Дала ему, и вот я сидела, он принимал, принимал. Потом пришла женщина с двумя детьми, да? Он берет это масло и отдает. Ей. Вы знаете, мне так жалко было, я не могу сказать, батюшка, я вам принесла. Ну, она ушла, а я расстроилась, сижу, молчу. А он ей говорит, посмотрите, какие у меня ботинки. А я говорю, ну что на них смотрели? Посмотрите, американцы же подарили. А это он меня отвлек, чтобы это я не скорбела. Переключить мысли. Недавно была у него, три месяца назад. Еще раз повторите, то есть сколько плодов берем этих... Сколько их? Камышков вот этих семян. 50 грамм. 50. 50 грамм. А, нет, нет. 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. 100 грамм. На пол-литра масла. Кипятит долго. Или подсолнечная. Или подсолнечная. Или подсолнечная. А на водяной бане или так, на огне? А? На водяной бане или на огне прямо? На водяной. И долго. И она кипит, кипит. Потом я выключу, она еще настаивается. Вот она опять. На водяной бане 48 часов. Ну, опять ветром бешеного масла, да? Да. Да, обычного масла. А сок мы тоже употребляем при раке желудка? Тоже сок очень хорошо. Сок мы пишем. Облепить? Сок и масло делаем, то и другое. Одуванчик. Одуванчик корня? Корень корня. Одуванчик, да. Ольха. Соплодие очень. Соплодие ольхи. Одуванчик корня? Одуванчик корня, соплодие ольхи. Амела? Сильно против рака. Амела она белая? Она ядовитая. Она не ядовитая? Немного ядовитая. То есть вы ее в половину меньше используете? Я в сбор даю их. Ну то есть в сборе мы всех берем, допустим, части, а здесь пол части будет сбор, да? Амела. Я вот даю там 15 трав, да? И она будет одна пятнадцатая. То есть там это незначительно совсем, да? Незначительно. Так, как вот чистоте у себя. Пион. Уклоняющий пион. Пион уклоняющийся. А у него цветочки или корни? Корни. Его еще настаивают очень хорошо. Во-первых, рак матки рассасывает. И он сильно успокаивающий. От бессонницы и от меры. Настолько пион. Его продают в аптеках. Пижма. Пижма. Вот в пижме мы берем цветочки. Цветочки, да. Подорожник. Подорожник. А здесь подорожник используется большой? Большой. Подсолнечник. Подсолнечник. Корни. Репейник. Репейник. А в репейнике у нас что, шишки? Эти, которые цепляются? Нет. Которые цепляются для мужчин. А нам что надо? Корни. Корни репейника. Мы привозим книжечку, как корень лопуха лечит онкологическое заболевание. Это тот же лопух, только другое название. Лопух. Он лечит все. И сахарный диабет, и почки, и печени. И рак животных. И сахарный диабет. Сельдерей. Сельдерей. И корень сельдерей. И корень, и трава, да? И трава. Трава под пряность. Но больше значит корень, да? Корень, значит сельдерей. Смородина черная. А у нее что используется? Да, она витаминная очень. Ягода, ягода. Ягода, да? У нее и лист душистый. Это, наверное, просто лист нам не используют, да? Лист чай просто. Татарник. Татарник. Татарник колючий, у него листья. Листья колючие. Невозможно. Даже вот в рукавицах прокалывает. Он противораковый, да. А у него листья используют, да? Листья, листья. Тыква. Тыква. А в ней что используем? Тыква, чтобы в пищу плоду делать. То есть, с самой тыквы только плоды? Да. Кашу с ней делаем, да? Хмель, шишки, да? Шишки хмелю, да? Дело в том, что рак желудка чаще всего бывает на нервной почве. У нас поправящий. Да. Я даю 20 травм, да? Я даю там 5 трав ран заживающих, чтобы язвочки зажили, а 10 трав я даю успокаивающих, кустырник, хмель, чтобы не нервничал человек? Да, биболиян, пэнь, синюхи, буковица очень хорошо. Как успокоится у нее нервная система, так? Я даю так. Приходит к себе, да? Хрен. Пищу, он против рака. Это обыкновенный корень используется. Корень, да, на черке. Черника. А в чернике что мы используем? Явы и черники. Чеснок. Ну, это зубки чеснока, да? Да. Тут, наверное, его более интенсивно употребляют, чеснок? Я же чеснок мало чего. Надо делать настойку, 250 грамм чеснока на четвертинку водки и вот эту настойку пить. Эта настойка удивительно очищает капилляры, сосуды все, шлаковые всякие, укладывают. Значит, 350 грамм чеснока. Чистит, да, чистит. А вообще, он убивает, он убивает всех микро, вирусов, бактерий. 64 штаба всех уничтожает. И клещи идти. Нормализует... А? Нормализует флору кишечника. Да. И хорошо работает на капилляре. Ну вот, очищает, очищает от шлаков. На четверти, это где-то 120 грамм водки. У Ленина, когда он умер, там, где-то я слушал. Все капилляры были как костяные, как зацементированные все были. Он же умирал в страшной смерти, да? Ну да, там, и на Луну был. Он кричал, кричал. На Луну был по ночам, там и с блеснованием было связано, с одной стороны. А с другой стороны... Он же еще и сифилис. Сифилис, да. Заслужил. Ну там, конечно, страшно. Страшно, да. Это лучше не упоминать таких людей даже. Да. Преставь Богородица, спасибо. Спасибо. Спасибо, да. Сохраняйся. От мужчинца... Пока, до тех пор, пока его мавзолей будет у нас, до тех пор у нас всегда будет смут и несчастье. Да, вот. На Красной площади, да. Антихрист. Упомнился. Да, плохо. Следующий. Чистотел. 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 Ну, это в сборы. Ну, да. В сборы всегда. Ну, все. Дальше идут просто, как бы, такие рецепты. Дальше ничего не надо. Что вы дальше по раку желудка видите? Ну, посмотрите, что это. Да. У нас лечение рака желудка. Даются рецепты следующие. Три столовых ложки сухих или четыре свежих листьев подорожника залить одним литром культурного кипятка. Ну, это не надо. Вы вот подорожник у нас есть. Как пускаете? Да. Ну, только растение. Значит, следующее растение герань или пеларгония. Пеларгония. Герань или пеларгония. Вот она и тут вот у этой. У богомоловой тоже. Герань. Или пеларгония. Алоэ из пеларгонии. Так. Дальше идёт. Чистотел. Ну, берёзовая чага это у нас есть уже. Сосновые почки, шиповник, полынь горькая, полынь горькая, зверобой, солодка голая, корень солодки голый, тысячелистник. Да. Следующее у нас есть. Ну, это вы, наверное, уже всё записали. Да. Так. Ну, да, вот. Чистотел написали. Соляной кислоты даже дают всё вот, вот при котором, покаплённые, ну вот, это не трогаемость зверобой. Ну, у него, когда человек нервничает, то выделяется адейналин. Вот тут вот написано, что используются свежие, жёлтые лепестки подсолнечника. Смесь трав, цветы календулы, лаванды, бузины и мальвы. Лаванда, допишите лаванда. Она сильно успокаивающая. Лаванда, бузина и мальва. Вот мальву мы тоже написали, что за мальву. Мальва лесная, розовый цветет. Вот такая полночка, это такие большие цветы. Декоративная чья, бузина и мальву. Я была в Таджикистане, там на плату войдешь, там столько лаванды, столько лаванды. А нигде не было, где-то недели. А сел вам помогал. Ага, с осиком я ездила. А лаванду только лесную нужно или можно вот декоративно в огородах растет тоже цветы? Ой, лаванду, простите, мальву. Мальва, она же в огородах растет? Растет. Такие крупные цветочки. Их тоже можно? Можно тоже, но только всегда ее сажают у дома для красоты. Да, да, да. А там машины, конечно. А там машины. Ага. Дальше что мы рассмотрим? Прошли в руку все по раковому? Мы, значит, записали рак легких, рак крови и рак желудка. Да. Так, давайте еще дальше что-то. Следующее что-то. Ну давайте. Рак предстательной железы. Да. Это очень много мужчин. Они запускают. Сначала простатит запускает, а потом уже аденом бывает. Ирина Георгиевна нам кратко расскажет, наверное, какие сектуры. Я, правда, эти органы не просмотрела. Ну, я скажу сейчас. Они жалуются. У них всегда промежности болит, потом мочатся очень часто. И моча плохая такая, ну, сразу не выходит, задерживается там стройки. Вот. И боли у них, у них живота. У них часто бывает или от простуды, или от микроба, как он называется, от инфекции. Они вот под машиной лазают, у них поясница. Оваленные бывают. Вот вам простатит, простатит, цистит, простатит, почки больные. То есть не вылечены хронически все процессы, они постепенно перерождаются в онкологию. Так. Вот. Груша обыкновенная, простатит. Груша? Да. 1 стакан сухих и измельченных груш отварить сухих и измельченных груш отварить сухих груш. Можно записать. По одной четверти или половине стакана 3-4 раза в день. Принимать по одной четверти или половине стакана 3-4 раза в день. Эффект поразительный наступает через несколько дней. Отдельное применение грушевого компота привык к полному излечению. Просто к простатитам. Пожалуйста. Груши какие-то дикие, садовые, садовые. Теперь я вам тут рад представить, может быть, карасины. От нее тоже очень много инфекций. Следующее растение карасины. Весной с молодых веточек осины соскрести внутреннюю кору. Когда сокодвижение идет, небольшие веточки надо брать, вот так пополам разная, вдоль, и она отходит. Карасины. Вот есть синевнонная палочка, ее почти никто не лечит. А карасины лечит. Видно, это синевнонная палочка. Заскрести внутреннюю кору, это весную, значит, медийно высушить ее. Взять 5 грамм коры и настаивать на 100 грамм 70-процентного спирта 7 дней. Пить по 30-40 капель 2 раза в день за полчаса до еды. Пить по 30-40 капель 2 раза в день за 30 минут до еды. Вот тут видите, а тут много она описывает. Он, а с синеврик, наверное. Вот недержание мочи, цирков, подабра, айматизм, неговение, мастопатия. Распаление, воспаление придатков, конкретит, гипертрофия предстательной железы. Вот, предстательная железа тоже, да? Да. Ты прочитать отсюда рецепт, да? Ну, прочитайте. Пожалуйста. Значит, рак предстательной железы. Используется кора молодых ветвей из расчета 1 столовая ложка на 1 стакан кипятства. Это осиний. Осиний, да. То же самое. Кипятить на слабом огне 5 минут или варить на водяной бане 30 минут. Кипятить на слабом огне 5 минут или варить или парить на водяной бане 30 минут. Принимать по четверти стакана 3-4 раза в день до еды. Я нахожу, что здесь требуется комплекс с использованием болиголовых, сока дурничника, настойки грушанки и других вспомогательных средств. Один месяц использует кору осины, другой месяц кору или лист плещины, затем снова возвращаясь к осине. То есть здесь тоже добавляется, что комплексы все-таки с использованием болиголова, сока дурничника, настойки грушанки и других вспомогательных средств. Так, еще раз, еще один. Так, раз. Девести девятьдесят четвертых. Так. Так. Так, это волокнянка, но это лист волокнянки. Лист волокнянки. Угу. Она тоже небезыбедная не может. То есть её поменьше надо было? Вот, можно записать. Так. Значит, пожалуйста, при гипертрофии предстательной железы, да? Угу. Растереть в порошок листья, просеять. Толокнянки. Да, лист волокнянки. Растереть в порошок лист волокнянки, просеять. Принимать по одной чайной ложке два раза в день. По одной чайной ложке два раза в день. Утром натощак и вечером перед сном. Утром натощак и вечером перед сном. Гликозид. Гликозид. Арбутин оказывает в этом случае антисептическое дезинфицирующее действие. То есть это входящий, видимо, у неё компонент. Так, и ещё как заказал, что нам говорит? Пожалуйста. Растереть в порошок лист. Настой для приёма нут. Пожалуйста. Один в десяти в состав сбора входит кожура зелёных розетских орехов. Да. Давайте я читаю. Это уже всё, да? Да. Значит, при раке предстательной железы используем настой для приёма нутриц один в десяти. В состав сбора входит кожура зелёных грецких орехов. Ива козья. Пижма обыкновенная. Пижма обыкновенная. Пырей ползучий. Пырей ползучий. Серпух венциносный. Это что? Серпуха. Серпуха венциносный. Трак такой. Опечатка здесь. Серпуха венциносная. Камыш приморский. Камыш приморский. А камыш вот, знаете, коричневый-то камыш. Мы используем что там? Корни или... Корни. Они съедобные корни. Это тот самый аир, получается? Совсем другой. А это не камыш? Камыш коричневый. Вот ракушка. Да, да, да. Вот ракушка. Да. Высокий он. По воде. До воде его много. Ракушка такая толстенькая, коричневая. А тут написано приморский. Он обычно при болотах всяких растёт там, в прудах, а тут приморский. Или это то же самое? Нет, это так называется. А мы используем там что? Корни. Корни, да. Все. Пожалуйста. Прочитали все. Значит, корни, камыша, приморского. Так. Сколько состав? Ну, пока немного. Немного, да? Да. Давайте ещё посмотрим. Десять. Десять. Рак. Это мы чего сейчас смотрим? Рак. Рак. Результатные железы? Результатные железы. Угу. Ну, релокulравных железы. Результатные железы. Результатные железы. Ну, значит у нас здесь добавляются кельменные семечки, вот, я всем рекомендую обязательно есть по 20 штук тыквенных семечек, саму шкурку белую оторвать, а там зерно и зеленые ледочки, немного батюшек, они так с собой и относятся. По 20-30 грамм нужно. 20 штук? Да, и еще штуками? Грамм, ну, наверное, не соответствует. 20-30 штук надо седать в день. И еще очень хорошо лист, вот, нас говорится горяч, лещин. Лист лещины, а, это фундук, да? Фундук, фундук. Я мешками собираю для мужчин. И всем, говорю, у вас есть машина, едете мимо, собирите себя, пригодите. Дальше давайте нюхать валериановые капли на спирту перед сном. И еще предлагают 1 грамм порошка из листьев петрушки огородной, 1 грамм порошка из листьев петрушки огородной принимать 3 раза за 30 минут до еды. Следующий рецепт. 1 чайная ложка облепихового масла 2 раза в день. 1 чайная ложка облепихового масла 2 раза в день. 20 грамм прополиса на 100 грамм спирта принимать по 25 капель 2 раза в день. Ну, тут надо сказать насчет прополиса. Дело в том, что спиртовые настойки прополиса растворяют смолы прополиса, которые могут забить почки потом. Поэтому сейчас вот замечательный профессор Бай разработал полностью водорастворимую форму прополиса, форму, она называется аквапрополис. В павильоне ВДНХ здоровье вы можете купить и лучше его отпейте, это будет полезнее. Или тенториум фирма, но там дорогая такая штука, они на шунгерной воде там все делают. Серебряная. Серебряная. Да, у них есть растворенный прополис. А полностью, единственное в мире, вот этот препарат, абсолютно водорастворимая формула, это именно профессор Бай. 1 чайная ложка цветочной пыльцы сосать утром натощак и перед сном. 1 чайная ложка цветочной пыльцы сосать утром натощак и перед сном. Ну, у пчеловода часто вот, значит, советуют даже больше пыльца. 3 чайные ложки стальника, 3 чайные ложки стальника, 1 чайная ложка милиции. Стальник, знаете, это такой, это кедр маленький. Я в Магадане была, он невысокий такой, 2-3 метра, и как только плоды от урониров, ну, кедры падают, и ложится спать, потому что там ветры на берегу охотского моря, и там рвут прям его, и он ложится спать, и его снегом засыпает, а ранее весной поднимается. Ну, так интересно. Он очень богат витамином С, то, что им там не хватает, от цинги. Господь все дает каждому месту, каждому человеку, где кто живет. Да, значит, 3 чайные ложки стальника, 1 чайная ложка мелисы, 1 чайная ложка укропного семени, 1 чайная ложка полевого хвоща, 1 чайная ложка коры крушины, 1 чайная ложка коры крушины, 3 чайные ложки можжевельника, 3 чайные ложки можжевельника, можно и листья, и синие ягоды. Можно и листья, и синие ягоды. У меня уже ковки, да, можжевельника? Можжевельник? Да. Ну, как же, Горька, я вам сказала, крему-то такой, я в следующий раз вам принесу. Такие вкусные. Значит, полулитра крутого кипятка этот сбор заливает, варят 2-3 минуты, потом полтора часа настаивают. Полулитра крутого кипятка, 2-3 минуты варить, потом полтора часа настоять. Принимать по 100 грамм до еды 3 раза в день. Да, и дальше перечислим просто следующее растение, которое вы входит, потому что кто-то перечислил. Лопух большой, лопух большой, репейник. Лопух большой, репейник. Спаржа лекарственная, спаржа лекарственная. Солодка голая, солодка голая. Лещина древовидная. Лещина древовидная. Орешник. Орешник. Орешник, орешник, это то же самое. Лещина, вот эти орешники. Корень через дакоту и дают здесь, да, наверное, да, так немножко, может быть, для пояснения. Корень алтея. У женщин встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Начало заболевания проявляется небольшими маленькими узелочками, безболезненно. В области шеи, в области щитовидной железы. Значит, узелки эти мелкие, маленькие, ограниченные, не прорастают ткань. То есть, в голове. И клиника, то есть жалобы, тиреотоксикоза. Повышенная раздражительность, возбудимость. То есть, глаза расширенные, такие железы, как зафтами называемые. Сердцебиение учащенное, повышенный аппетит. Человек никак не нужна. Есть резкое покуда. То есть, клиника токсического поражения щитовидной железы. Значит, по жалобам, может быть, ощущение неприятного инородного тела при глотании. То есть, как будто что-то находится в горле. И чувство давления на трахилы. Поэтому, по перхиванию, по кашляванию, вот эти жалобы сны. На поздних стадиях, это на ранних стадиях. А на поздних стадиях, уже когда опухоль начинает увеличиваться и давить пищевод и гортань. То есть, нарушение при глотании пищи. Сначала твердой, потом жидкой. Человек не может ее поглотить. Осиплость голоса, такой отрубленный, грубый голос. Охриплый. И в более поздних стадиях уже боли в области щитовидной железы. Это прогрессирующая, поздняя стадия. Боль может ирадировать... То есть, если человеку тяжело глотать, это пища не проходит. Да, да, да. То есть, опухоль по размеру, как только она начинает расти, она сдавливает пищевод и нарушает проглатывание пищи. Сначала твердое, а потом даже жидкое не могут выводить. А боли иррадируют ухо, затылок, нижнюю челюсть. То есть, радиация болит. Особость шеи, ухо, затылок, нижнюю челюсть. И очень быстро и рано дает метастазы. То есть, это одна из злокачественных видов, связанных с гормонами. И очень быстро дает метастазы. Поэтому, как бы говорят, если на ранних стадиях застали, то шансов вылечиться травмами больше. Если немножко позже, то уже тут чаще говорят о хирургическом лечении. Потому что науку был огромный. А после хирургического, естественно, восстановление. Уже травмами и всеми народными способами. То есть, вот такой вот вид. Щитовидка, да? Щитовидная железа. Дупо обыкновенной. Коробова. Рак молочен железа. Рак щитовидный железа. Рак железа. Точно таким же отварем коры дуба делают фельмочки на область щитовидной железы. Фельмочки. Фельмочки. Как вот. Как рак молочной железы. Одна столовая ложка коры на стакан сырой воды. Значит, вот рецепт такой. Одна столовая ложка коры дуба на стакан сырой воды. Одна столовая ложка коры дуба на стакан сырой воды. Настоять 10-12 часов. Затем вскипятить. Затем вскипятить. Дать остыть. Дать остыть. И вскипятить снова. И вскипятить снова. Настоять 3-4 часа. Настоять 3-4 часа. Делать компрессы на грудь утром и вечером по 2 часа. Делать компрессы на грудь. Ну и на шею. А, ну да. Это про уголочные железы. Значит, здесь у нас примочки на область щитовидной железы. Да. Так, это у нас. Пожалуйста. Дальше. Вот сколько. Вот, да. Другой красивый. Есть тут, смотрите, щитовидка. Ну, то, значит, я не знаю. Ну ладно, нам дают, я не буду делать. Ага. Дернишник. Чаще ваши травы, какие вы едите. Да, может быть, вы даете свои вот, или с... Дернишник. Ну, я же... Дернишник обыкновенный отсюда все равно, да? Ой, ну я же вам говорил, что он очень сильный лечит траву. Дернишник, ну, да, напомнить не грех. Дернишник забыкновенный. Да, значит, щитовидная железа. При всех заболеваниях железы, щитовидной железы, заварить в полу-литрах кипятка, в пол-литра кипятка, одну-две столовые ложки травы. Одно-две столовые ложки травы. Настаивать в термосе два часа. Настаивать в термосе два часа. Это суточная доза. Используется суспеном на руде. Коллизия душиста. Коллизия душиста. Коллизия душиста. Значит, щитовидной железой используется. Вот, щитовидной железой. Совет специалиста. Он объясняет, что противоопухолевые активности обладают такие компоненты коллизии, как кверцетин, кимферон, фитостероиды. А при их комплексном воздействии целебный эффект каждого из этих веществ возрастает. Готовится противораковый масляный бальзам. Однако только на второй и третьей стадиях заболевания. Еще одно замечание. При раке щитовидной железы настойку готовят не из усов, а из всего растения. То есть, все растение идет в настойку, собранного в сентябре. Сначала надо приготовить настойку. 45 измельченных между узлей суставчиков. 45 измельченных. Коллизия это... А что это такое? Это не золотой уз? Коллизия душиста. Ее выращивают как длинные такие. Это золотой уз? Золотой уз? Нет, золотой уз это длинная коллизия. Она как лук. Она очень целебная. Ее только сейчас выращивают, стали выращивать у нас на окнах. Ну вот, 45 измельченных между узлей суставчиков залить полтора литрами водки. 45 измельченных между узлей суставчиков залить полтора литра водки, настаивать без доступа света две недели, ежедневно встряхивая. Настаивать без доступа света две недели, ежедневно встряхивая. В лечении в стеклянной баночке точно отмерить 40 мл натурального льняного масла и соединить с 30 мл спиртовой настойки золотого уса. Баночку плотно закрыть и тщательно встряхивать. Смесь 7 минут. Затем немедленные минуты выпить эмульсию залпом, не давая разделиться на составляющие компоненты. Ничем не заедать и не запивать. Принимать 3 раза в день за 20 минут до еды. Принимать 3 раза в день за 20 минут до еды. Принимать 10 дней, потом перерыв 5 дней. Затем снова 10 дней лечения. Провести 3 курса, после чего перерыв на 10 дней и снова провести цикл по 3-10 дневки. И чередовать до полного выздоровления. Раковые клетки гибнут на 4-й день. В это время могут появиться боли, но скоро это должно пройти. Лечение золотым уса надо проводить не раньше, чем через месяц после лучевой или химиотерапии. Ибо лечение сильными препаратами растительного происхождения. Либо лечение сильными препаратами растительного происхождения. Во время лечения целесообразно провести курс очищения токсинов. А этот курс заключается в следующем. 1 стакан льна залить 3 литрами кипятка и варить на водяной бане 2 часа. Принимать по 1,5 литра в сутки в течение месяца во время лечения. И соблюдать диету, исключив животные жиры, мясо и молочные продукты. Кровохлёбка, картофель, дрожжевой хлеб. Кровохлёбка. Кровохлёбка, да? Да. Вот это очень ценно. Она вообще рак лечит очень хорошо. Кровохлёбка. Только здесь щитовидка есть? Кровохлёбка. Так. Вот укроп не должно быть. Ну давайте прочитайте, Герман Чады. А. На сборную дайте, потому что уже по времени. Сейчас, сейчас. Ну вот рак. Щитовидки? Нет, просто рак издается из всех. Отвар корней кровохлёбки из расчёта 1 столовая ложка на стакан воды. Одна столовая ложка на стакан воды. Кипятить на слабом огне полчаса, настоять 4 часа. Я использовал примочки при неоперабельном раке молочной железы, раке щитовидной железы, саркоме бедра и других опухолей. Например, меланосаркома. Ладно, щитовидки. Ну ладно, да. Вот тут последний рак. Щитовидки всё. Больше мы за что закрепляемся, да? Да. Ну сейчас мы посмотрим. Значит, у нас лечение, да? Вот щитовидка, вот тут. Фитотерапия. Какие травы? Настоять для примеров внутрь. Один к десяти. В состав сбора входит, в зависимости от гормонального статуса, трава зверобоя, зверобой, швот пищевой, швот пищевой, молочай. Молочай немного ядовитый. Ну то есть молочай комарова здесь указано, значит, какое-то особенное. Да, это комарова. Молочай комарова. Если солнцевлят тот ядовитый, а этот нет. А этот нет. Серпух. Серпуха венциносная. Серпуха венциносная. Серпуха венциносная. Амела окрашенная. Амела окрашенная. Какая? Я тут такое не знаю. Амела белая я знаю. Зимолюкка зонтичная. Мы её писали. Зимолюк зонтичная. Козелец белостебельный. Бодяк камчатский. Да, зимолюкка зонтичная. Козелец белостебельный. Бодяк камчатский. Почему так? Бодяк камчатский. Бодяк камчатский. Вы знаете наши бодяки на огороде? Бодяг, знаете? Да. Пасот розовый. И вот когда он в осенье распылился, все поля, а тот он не пылится. А, бодяг камчатский не пылится? Он высокий, на Камчатке высокий. А у нас не высокий, с метра высокий. То есть нельзя заменить боданом? Они не одинаковые. Нельзя вместо бодяга бодану наш брать? Они не одинаковые. Бодяг камчатский, калужница лесная. Калужница лесная. Калужница. Сегодня у нас уже вопросов нет. Молимся, да? Да, молимся. Субтитры подогнал Игорь Негода.